За строительством они наблюдают 24 на 7. Через соцсети жители поселка Романовка следят за тем, как возводится первый в районе бассейн. На спортплощадке установлена веб-камера. Завершение работ люди ждут с нетерпением, рассказывает директор местной школы Светлана Семенова. Говорит, раньше дети могли заниматься плаванием только летом. Многие дети, как выясняется, плавать не умеют, потому что мало времени можно выделить для того, чтобы ребенок научился плаванию. Поэтому при том, что при школе будет бассейн и дополнительные занятия будут по плаванию, большие надежды на то, что, может быть, даже в дальнейшем у нас будут и по плаванию какие-то спортсмены воспитаны. О большом строительстве заговорили еще в сентябре 2018 года. Тогда Вячеслав Володин приехал в Романовку, чтобы оценить готовность только возведенного спорткомплекса. Местные жители попросили построить в районе еще и бассейн. Бассейн. Какая бы красота была бассейн. Все бы от такого до моего и высшего образца с удовольствием ходили. Раз проговорили, будем сейчас с вами думать. Давайте на будущий год перед собой такую задачу поставим. Валерий Алексеевич, вместе с вами кооперируемся. Возводить объект начали весной этого года. И вот спустя несколько месяцев Вячеслав Володин решил проверить, как идут работы на долгожданной стройке. Увиденным спикер Госдумы остался недоволен. В прошлый визит ему обещали сдать объект к 15 октября. Но пока залита только бетонная чаша 25-метрового бассейна и возводится корпус из панелей. Почему у нас с вами с бассейном проблема? Ведь дело в том, что сейчас пойдут минусовые температуры, а у вас чаша открыта, у вас контур не закрыт. Валерий Васильевич, это все скажется на качестве дальнейшей эксплуатации. А затем вот директор школы замечательный человек, но ей придется эти все проблемы хлебать и долго. Подрядчик заверил, что уже через 10-15 дней закроют контур здания и благоустроят территорию. А к 8 декабря будет построен крытый переход в школу. Если в эти сроки строители не уложатся, Вячеслав Володин предложил применить жесткие меры. Недобросовестных подрядчиков отправить в черный список. Организации, которые срывают сроки сдачи, качество не обеспечивают должного, должны будут включаться в так называемые черные списки. И дальше уже, с учетом того, что эти организации окрашены, их судьба должна на конкурсах решаться совершенно понятным образом. Пока бассейн возводится, местные жители уже строят планы по его посещению. А учитель физкультуры Романовской школы проходит курсы по переподготовке. Когда бассейн откроется, именно он станет тренером по плаванию. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24.